здравствуйте друзья здесь демитков юрий последнюю неделю все новости только о коронавирусе и еще о том что коронавирус порвал все индексы все падает и прежде всего падает почему-то нефть но я уже снимал видео на тему того что непонятно почему падает нефть как это связано с заболевшими вот ну не питаются же они нефтью в конце концов но факт остается фактом и я в следующем видео говорил что не важно почему падает нефть важно кто на этом деньги делаете как на этом деньги делать и понятно как на этом деньги делать надо просто в шорт взять нефть например и все ну я сказал говорил что я сделал опционные стратегии в этом смысле и успел похвастаться о том что заработал в понедельник буквально там сказать 15 тысяч рублей прямо вообще все кто-то мне написал но ты наверное зафиксировал там прибыль ничего подобного я ничего не зафиксировал я думаю ну что она будет продолжать падать и пусть падает и прибыль будет увеличиваться более того я не просто не зафиксировал прибыль я оставил позиции я просто собрался и уехал в москву не закрыв позиции что из этого вышло но к вечеру моя прибыль уже было 29 тысяч вместо 15 вы думаете я закрыл я ничего подобного я стал смотреть да нефть падает и ну у меня там какие-то путы надо было передвигать их судорожно двигал там как-то сейчас вы видите график вот нефть его здесь вот опустилась да я тут 15 тысяч заработал тут вот еще сколько-то заработал к вечеру все хорошо но надо было двигать позиции а нефть пошла вверх и моя прибыль стала уменьшаться я все равно их не закрыл но вот в очередной день день я обнаружил что у меня буквально там минус и я как-то вот начинают двигать эти вот позиции путь и свои потому что она опускается у меня путь и уже в деньгах надо их как-то передвигать судорожно и прибыль стала уменьшаться и короче говоря что произошло у меня в пятницу в пятницу я обнаружил что у меня на счете ну к предыдущему дню скажем так минус 10 тысяч в принципе это нормально потому что до этого я заработал там неплохие деньги вот но к предыдущему дню минус 10 тысяч я начинаю судорожно как-то двигать весь день я там что-то суетился и в результате концу дня до я купил нефть в шорт потому что она продолжала падать чтобы ну компенсировать это вот путы концу дня я добился того что у меня плюс две тысячи то есть я эти десять тысяч к ну как-то компенсировал вот и каково же было мое удивление когда я зашел в личный кабинет брокера до этого я смотрел в квике вроде как бы на одном счете вот я начинаю двигать и от минус десяти сумел таки до плюс двух тысяч довести я захожу в личный кабинет брокера а там а там плюс 18 тысяч за день откуда они взялись я так и не понял сначала то есть у меня ну там ну плюс две тысячи да это здорово я думаю ну хорошо так утирают под с лица а у меня плюс 18 откуда они взялись я когда начал разобраться и разбираться весь вечер я смотрел 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 да нет вроде все правильно действительно плюс 18 так вот плюс 14 тысяч дала просто опционная стратегия который я никуда не двигал никуда не двигал просто она сказать там куплено и все я смотрю там ну по крайней мере здесь все хорошо так вот опционная стратегия на другом счете на индекс ртс это на иисе у меня было дала плюс 14 тысяч дополнительно и того буквально вот за неделю за прошлую я заработал таки больше пятидесяти тысяч рублей это очень хороший результат стратегии опционные работают я просто ну больше стал понимать в этом деле и действительно там можно построить стратегию без рисков опционную вот поверьте мне и и почему я сейчас хочу вот это вот видео снять потому что давайте посмотрим на пятницу более внимательно еще раз на этот график посмотрите вот нефть стоила на сайте хинвиз точка ком нефть стоила в максимуме 66 долларов за баррель когда это было это было 18 января когда вот сулеймане там застрелили по-моему и там что-то было к это очень серьезная напряженность или или даже ну короче говоря вот максимум был 66 и после этого напряженность потихонечку начинает падать и нефть начинает падать вот она падала падала и упала сейчас 56 66 то есть в принципе она упала на сколько там ну говорят на 20 процентов ну здесь получается меньше это в моменте было на 26 на на 20 процентов то есть нефть упала и надо ли ее продавать сейчас что будет дальше давайте посмотрим на этот график еще раз смотрите вот теперь давайте обратим внимание вот на эти вот нижние палочки что это такое это объемы торгов это объемы торгов смотрите вот здесь вот ну как бы обычные объемы обычные обычные здесь снизились объемы и дальше вот объемы но немножечко повышаются вот здесь совсем повышаются потому что падает все все распродают нефть вот и и и вот здесь вот видите посмотрите вот объемы выросли что это такое объемы выросли и вот здесь вот это уровень сопротивления преодолеет нефть уровень сопротивления или нет и И вот атака была отбита, но следующий раз, вот он здесь, уровень сопротивления, и не отбили эту атаку, и нефть пошла вниз. Понимаете? То есть вот здесь, смотрите, вот он уровень сопротивления, видите, по объемам, и нефть увеличилась, но потом второй заход пробило. Пробило, и все, дальше она идет, дальше следующий уровень сопротивления, вот он какой-то, пожалуйста, вот он есть, устоял, на следующий день опять, вот они объемы, устоял, на следующий день уже свободное падение, посмотрите, никакого сопротивления. И что произошло в пятницу? Посмотрите, пик объемов, пик объемов. Что будет в понедельник? В понедельник вполне возможен отскок. Нефть не может скакать вечно, по крайней мере, я на это надеюсь. Дело в том, что, когда я строил опционную стратегию, у меня в моей опционной стратегии было заложено, что, ну, самая большая моя мечта была о том, что, ну, нефть никак не может упасть ниже, чем 57 долларов за баррель, думаю. Ну, вот, ну, поставил, на всякий случай, купил несколько опционов кол на этом, на 57. Еще у меня очень много опционов кол куплено на 50 сейчас, ну, они там совсем за копейки куплены, но смотрите, 57 рубеж пробит. Вот, в пятницу что я сделал? Я продал все 57 свои опционы ПУД, которые были проданы, и я их продал еще и просто продал. То есть сейчас у меня проданы опционы ПУД, потому что я надеюсь на рост или отскок, по крайней мере, цен на нефть в понедельник. Почему он должен произойти? Ну, во-первых, нефть не может падать бесконечно, когда-нибудь она остановится. Вот он пробит один уровень сопротивления, вот он пробит второй уровень сопротивления, вот он третий уровень сопротивления, ну, скорее всего, он будет отбит. То есть я ожидал, на самом деле, в пятницу вечером какой-нибудь атаки хуситов на саудовские объекты. И, в принципе, эта атака была, но ракеты были перехвачены, то есть это никак не повлияло, ничего там не случилось. Я ожидал, что может быть в Ираке какая-то заварушка против американского присутствия. Да, там все недовольны, да, Ирак потребовал, чтобы американцы пошли прочь из их страны, но американцы сказали, что, ребята, мы будем вас защищать до последнего Иракца, поэтому мы от вас не уйдем, несмотря на то, что вы хотите, чтобы мы уходили, потому что иначе мы, вот, короче говоря, есть напряженность некая, и там уже тоже, как бы, и ракеты пускают и прочее. Пока этого не произошло. Что будет? Посмотрим. Я думаю, что будет отскок. Если отскока не будет, будут ракеты, чтобы был отскок. Ну вот, такое мое ощущение, по крайней мере. Напишите, пожалуйста, что вы думаете, согласны вы со мной или нет. Ребят, заметьте, что про коронавирус, ну, блин, ребят, ну, это не из этой области, мне кажется, все-таки. Я по-прежнему убежден, что коронавирус пока, несмотря на то, что все там отменяется, границы перекрываются, ну, да, может быть какое-то падение, ну, почему-то не происходит падение, не произошло глобального падения акций Аэрофлота, скорее наоборот, было, не произошло падение, значит, акций других авиакомпаний. Смотрите туда. Фармкомпании, как ни странно, не взлетели в цене. Почему? Потому что, наверное, все-таки коронавирус не так сильно влияет на экономику, как страхи просто. А страхи говорят людям, что индекс S&P перегрет, и надо из него выходить, что будет коррекция. И вот он, индекс S&P 500, пожалуйста. Вот он, видим, да? Этот индекс Dow Jones, это индекс S&P, это NASDAQ, Russell и так далее. Давайте смотрим. Вот он, индекс S&P 500. Вот, ну, в свободном падении вниз находится. Но это часовой график. Давайте дневной посмотрим. Пока. Вот оно. Раз клюнул вниз. Второй раз клюнул вниз. Куда он пойдет? Ну, есть опасения, что он до 3000 упадет. И это будет 10% падение. Это будет всего лишь коррекция. Это еще не кризис. Но ему падать до 3000 еще далеко. Нефть уже пошла. Поэтому, вот, если что и шортить, то индекс RTS. И давайте еще посмотрим вот на этот индекс WIX. Это индекс страха. Ну, он еще далек от экстремумов, которые были в 2018 году. Далек. Сильно далек. Пока он держался совсем низко. Но сейчас вырос индекс страха. И я подозреваю, что он будет расти. Посмотрите, он только... А он в августе-сентябре был выше, чем сейчас. Нету еще страха такого сильного. А будет. Поэтому, ну, в общем сказать, стоит... Стоит ли ждать дальнейшего падения нефти? Не уверен. Стоит ли ждать дальнейшего падения индексов? Думаю, что да. Напишите, согласны вы со мной или нет. Ну, а на сегодня все. Лайк, подписка. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.